Приветствую вас. На мой взгляд, основное противоречие заключается в том, что и вы, и ваша сестра используете друг друга для реализации каждой своих целей. Сейчас я поясню вам, что я имею ввиду. Значит, вы говорите, что вот, значит, сестра не поздравила вас с днем рождения вместе с мамой. Ну, мама не поздравила, потому что сестра не поздравила, потому что сестра ее, соответственно, настроила против вас, да. Вот, то есть здесь все понятно. Теперь они приглашают вас на день рождения, да. Вот, вы, соответственно, идти, ну, ни в коем случае, да, не хотите. Вот. Значит, вы говорите, что замечание вы сделали, там, по той причине, что ребенок не умеет вести себя со взрослыми, да. Вот. И надо сказать, что это замечание, оно не совсем, наверное, корректно, потому что все-таки ребенок как бы не ваш, да. И я не думаю, что, что корректно делать замечание не вашему ребенку. Вот. Если ребенок у вас, да, то замечание можно делать. Если ребенок не ваш, то замечание делать, ну, мне представляется, не совсем конструктивным. Вот. Плюс, вы пишете, что значит, у вас имеет место быть определенное недовольство, значит, которое вы высказали, вот. И, значит, которое также не было, не было принято адекватно, по вашим словам. Вот. И все это, собственно, привело к тому, что вы не хотите сейчас идти на день рождения. С другой стороны, с другой стороны, вы говорите, что, значит, как же я не пойду, да, если, по сути, кроме меня, кроме них, да, у меня больше никого нет. Давайте сейчас этот момент зачитаем. Так, значит, больше никого близкого нет у меня, почти вы. И вот здесь, на самом деле, начинаются уже ваши чисто проблемы. Вот. Потому что, простите, как это у вас нет никого близкого, если у вас есть муж, как минимум. Вот. И это, ну, для меня это несколько странно звучит. Вот. То есть, муж за близкого человека не считается, что ли? Почему, почему, почему вы мужа близким человеком не называют? Это первое. Второе. Вы пишите, что боитесь остаться одна совсем. Что тоже как бы вызывает вопросы. Потому что, ну, как одна, да, если у вас есть муж. Вот. То есть, тут не совсем, опять же, понятно. Это с одной стороны, и с другой стороны, вы боитесь одиночества, что и обуславливает наличие проблем. То есть, вся сложность в том, что вы боитесь совсем остаться. Ладно. Вот. И здесь, в общем-то, не сложно сложить два за два. То есть, вы боитесь одиночества, а вы не высказываете своевременное недовольство. А значит, а позволяете ему недовольство, я имею ввиду, копиться. Вот. И тут у вас налицо вот низкая заниженная самооценка. Вот. Плюс ребенку замечания делайте. Вот. Ну, вы, конечно, скорее всего, со мной не согласитесь за тема того, что ребенку замечания делать не надо было. Вот. Скорее всего вы со мной не согласитесь. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот. Ладно, низкая заниженная самооценка. Вот. Плюс, возможно, вы, ну, возможно, вы не уверены в себе. Хотя я, безусловно, в этом не уверен. Вот. И, таким образом, ответ на ваш вопрос, он, на мой взгляд, довольно прост. Прост. Вам нужно работать со страхом одиночества, который родом, родом из детства, из детства. Вот. То есть вы, боитесь, что вас бросат, вот. Вот этим страхом нужно работать. А, если вы, перестанете бояться, бояться, то и, собственно, проблем у вас не будет. Вы сможете абсолютно спокойно свою модель поведения продвигать. Вы сможете абсолютно спокойно на единое движение, если вы не хотите. И никакого страха у вас не будет соответственно. И наоборот, до тех пор, пока вы боитесь, пока у вас есть этот страх одиночества, вы будете не свободны. Но любой страх, любой страх не может, быть мотиватором. Именно мотиватором. Значит, на какое-либо поведение. Потому что это уже не свободно, это уже через силу вы будете заставлять. Вот. А также, что я хотел бы отметить, это вероятная неопределенность вашего решения. То есть, вы говорите, как мне это противоречие разрешить. Вот. Но при этом, вы говорите, что мне делать, если я все-таки пойду, то есть решение вы не приняли до сих пор. Вот. И как-то проблема вам видится, ну то есть решение у меня проблема вам видится именно в том, чтобы, вероятно, все-таки пойти. Мне почему-то, мне кажется, что именно к этому вы склоняетесь. Вот. Плюс, как бы, ну, родные, это не близкие. На самом деле. То есть, мне вот тоже хотелось бы знать, почему вы считаете своих родных близкими. Да, бывает так, что близкие являются родными людьми, в том числе. Но бывает так, что родные близкими не являются, в вашем случае, к примеру. Вот. И если вы пойдете на одиннаждение, то уважение к вам это точно не добавит в страны родных. Поэтому действие зависит от того, чего вы хотите. Вот. Я уже сказал, противоречие основное в том, что вы боитесь одиночества, и это является вашей личностной проблемой, с которой нужно работать. Вот. Если данная проблема будет решена, то вы сможете абсолютно спокойно взаимодействовать дальше. Вот. Если данная проблема решена не будет, то вы всегда будете зависимы от своих близких. В частности, вот, от своей мамы и сестры. Вот. Это такой момент. И, что еще важнее, говорит о том, что вы достаточно много почему-то внимания уделяете тому, что вас, эм... Ну, не поздравили с днем рождения. Такое впечатление, что вас это задело. Очень сильно. Вот. И здесь, э... Либо вам категорически не хватает внимания. Опять же, где, где ваш муж? А... Либо у вас действительно очень маленькое окружение, мало близких людей, тогда нужно срочно расширять свой кругозор в плане... В плане общения. Вот. А... Либо... Вы просто настолько не верны в себе, что открытие поздравления вас приняли как личное оскорбление. Вот. То есть, по факту, то, что вы сейчас делаете, это какая-то война, э... Со... Своей сестрой, но... Любая война, любая... Любое противостояние приводит только к эскалации конфликта и не более того. Поэтому... я... Уверен, э... Что... Ничего хорошего, э... Вашей идеи не будет. Вот. Поэтому будет гораздо лучше, если вы просто поработаете над собой и... э... Перестаньте бояться одиночества. Радкость проанализируйте, что лежит в э... Основе того, что вы боитесь одиночества. Вот. Что лежит в... В основе этого. Вот. И это уже можно будет, э... Корректировать. Тогда вы сами увидите, э... Как спокойнее, свободнее, лег... Легче вам штат. Вот. Мне видится история... Такой. Мне видится история... Так. И... Противоречие. Давайте я зачитаю... Зачитаю сейчас ваше противоречие, как вы его видите. Так. Вот. Значит, э... Который приблизился какой-то праздник. Дни за пять они вспомнили. По мне, чтобы я пришла. Как вы думаете, что тебя сделали? Да, я пошла. Зачем? Для чего вы пошли? Да. Так. Э... Противоречие заключается в том, что с одной стороны никого близкого нет. И страх... Э... И страх остаться совсем одной меня пугает. Да? То есть это эрозиональный страх, потому что одна вы не будете. С другой стороны эти близкие череды подобных поступок довели меня до невроза, и пора мне хочется вообще о них забыть и не знать всё. Так. Ну, если у вас... Откуда вы знаете, что у вас невроз? Ну, как бы невроз это диагноз. Вот. Невроз это... э... психотерапевтический диагноз, который... может ставить только врач, э... э... и всё. То есть мне, если честно, вот эта позиция ваша, она... как бы... эм... не совсем ясна, потому что... ну, вы... э... бросаетесь очень... с такими фразами, да, что... э... вот у меня невроз. А откуда вы знаете, что у вас невроз? Почему вы решили, что у вас невроз? Это первое. Второе. Эээ... да, близкие вас довели. Эээ... но это не близкие вас довели, опять. Сердец вас идёт перенос ответственности. Дело не в близких, дело в вас. Вы позволили близким... себя... эээ... вы позволили близким так с вами вести. Почему? Да всё по той же причине, потому что вы одиночество боитесь. И... вас не близкие, возможно, это... это знают, знают, что... что вы боитесь... боитесь одиночества. И... потому они... эээ... так... эээ... себя и... и ведут... эээ... собственно говоря. Потому что знают, что... эээ... что никуда вы не денетесь от них. К примеру. Понимаете? Какая история. Так... эээ... где проблемы нужно искать? Как вы считаете? В родных, которые ведут себя так, как удобно им. Или... или вас, которые не ведут себя так, как удобно... ээээ... вам. Понимаете? Понимаете? Дальше. Давайте посмотрим на ваши вопросы, которые вы задаете. Эээ... вы пишите, как можно не поздравить... с днём рождения... эээ... эээ... кипение... эээ... смотрите, ну... во-первых... то, что... недовольство... копилось... эээ... долго, да... Это исключительно ваша ответственность. За это ответственности ваши... ваши родные нанесут. Вот. Поздравляют или не поздравляют с днём рождения, это... это... как бы... исключительно их... то есть они могут... могут... поздравить вас, могут не поздравлять. Это... эээ... как бы исключительно вопрос их выбора, и я думаю, что они... вправе им распоряжаться. Вот. Другое дело, что вас это... так вот... сильно задело, да, это уже совсем другой момент. Вот. Далее. Эээ... противоречие заключается так, в том, эээ... как справиться этим противоречием. Я уже сказал, как справиться с напряжением... эээ... сильной обилии, если я только пойду. А не надо ходить. Вам не нужно себя заставлять. Вам не нужно себя заставлять что-то делать, если вы не хотите. Но с обидами, то есть с завышенными ожиданиями, да? Эээ... вот. Эээ... нужно работать. По факту. Знаете? С обидами нужно работать. Вот. И... все. Обиды не уйдут, если... если вы просто будете... будете... ходить... эээ... туда, куда не хотите. Они будут обрабатывать только расти и расти. И... ваше... состояние будет... все более и более усугубляться. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы... ээээ... пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok